Но откуда такое необычное прозвище? Мономах. В переводе с греческого это значит единоборец. Это прозвище фамилия матери русского князя. И то, что он гордо носил его всю жизнь, свидетельствует, что князь придавал ему огромное значение. Даже в повесть временных лет, созданную, кстати, по его велению, его занес. Так вот, повесть временных лет сообщает, цитирую, у Всеволода родился сын от дочери царской гречанки и нарек ему имя Владимир. Напомним, дед Владимира Мономаха Ярослав Мудрый переженил своих детей, породнившись со всеми европейскими королевскими родами. Отцу Владимира досталась византийская принцесса. Но фактически Мономахом он не был, и это не более чем прозвище, которое, тем не менее, русский князь носил всю свою жизнь. Видимо, он хотел подчеркнуть, он внук императора Константина IX византийской династии Мономахов. Мономахи действительно знатный византийский род, вот только императором был один единственный Мономах, тот самый дед нашего великого князя Владимира. По одной версии Мономахи происходят из армянской аристократии, по другим они греческого или вовсе славянского происхождения. Летопись называет мать Владимира Мономахини, Грекини, но вот имени ее не сохранила. О ней и ее браке не упоминаются и в византийских источниках, поэтому точно неизвестно, кто был ее родителями. Предполагают, что русская невеста была либо законной дочерью от жены Елены Склерены, либо внебрачной от любовницы Марии Склерены. Однако никаких упоминаний о рождении у императора Константина детей вовсе нет. Более того, по мнению ряда историков, князь Владимир Всеволодович при жизни и вовсе не именовался Мономахом. Это прозвище было добавлено позднее, примерно во время создания легенды о той самой шапке Мономаха. Все мы помним тяжелатый шапка Мономаха. Это одна из главных царских регалий России, наряду со скипетром и державой, и главный символ – самодержавие. Надевалась шапка Мономаха только в день венчания на царство, один раз в жизни царя. Согласно легенде, император Константин Мономах, дед Владимира, отправил своему жнуку в Киев богатые дары, в том числе тот самый царский венец, в честь его восхода на русский престол и в знак, что русские правители стали преемниками императоров. Вот только в действительности Константин Мономах умер, когда Владимиру было два года. Сегодня существует четыре основные теории о месте создания убора. Из Золотой Орды, Каира, Древней Москвы и Византии. Согласно одной из них, шапка Мономаха изначально вообще женская. Это тюбетейка, которая принадлежала сестре хана Узбека, жене московского князя Юрия Даниловича, после смерти последнего, перешедшая к Ивану Калите. Существует также более оригинальная версия, например, что хан Узбек получил шапку от некоего египетского султана в 1317, а сама она была сделана в Каире в 14 веке. Впрочем, в монгольском происхождении шапки Мономаха ученые сомневаются. Документальных свидетельств того, что шапка принадлежала сестре хана Узбека нет, да и христианская религия прямо запрещает ношение мужчины женских вещей. По самой популярной среди ученых сегодня гипотезе, легенды о происхождении шапки Мономаха, как и она сама, появились во времена правления Василия Третьего, наследника Ивана Третьего. По мнению историков, шапку Мономаха изготовили из деталей шлемов обоих сыновей Ивана Красного, Дмитрия Лонского и княжича Ивана. Подобная традиция собирать артефакты из более древних предметов действительно существовала. Еще одна священная регалия русских царей также связана с именем Владимира Мономаха. Легенда времен Российской империи гласила, что трон в Успенском соборе и есть именно тот самый трон, на котором сидел Мономах во время венчания на царство. И трон этот якобы был подарен императорам Византии в числе других даров вместе с той самой шапкой Мономаха. В XVI веке константинопольский патриарх даже письменно подтвердил венчание Владимира на этом троне. Карамзин говорит, что посольство было только не от Константина Мономаха, а от Алексея Комнина. Впрочем, современные ученые доказали, что это по заказу Ивана Грозного изготовили так называемый трон Мономаха в Успенском соборе в 1551 году, а для поднятия престижа использовали патриарха-изгнанника. В смутное время царское место было разобрано, а восстановили его уже.